В Менжелкомхозе рассказали об изменении платы за ЖКУ в январе в связи с похолоданием. Ведомстве заявили, что прибавка затопления из-за низкой температуры воздуха может зависеть от ряда факторов, в том числе от площади квартиры, места расположения дома, его энергоэффективности, региона проживания. В министерстве уточнили, при возникновении вопросов по начислению платы за январь этого года нужно обращаться в расчетно-справочный центр по месту жительства. В Беларуси зарегистрировали Ассоциацию предприятий легкой промышленности. Ее основная цель – координация и защита общих интересов. Объединение предприятий легкой промышленности в саморегулирующуюся организацию обеспечит как увеличение присутствия на внешних рынках, так и закрепление позиций на внутреннем. В Минске создали нейросеть для выявления пневмонии. Это разработка студента Белорусского медуниверситета. Нейросеть анализирует до 10 рентгеновских снимков в секунду. Распределяет их по категориям – норма, пневмония и другая патология. Точность программы выше 90%. В Беларуси объявлен конкурс на лучший дизайн световозвращающей одежды и аксессуаров. В конкурсе могут участвовать молодые авторы от 14 до 31. Для этого они должны отправить свой вариант креативного макета на электронный адрес, который вы видите на экранах. Конкурсные работы принимаются до 15 марта. Минск готовится к открытию международной книжной выставки-ярмарки. Фестиваль пройдет в белорусской столице уже в 28-й раз. Его посвятят 30-летию создания СНГ. Гостей ждут десятки тематических локаций, многочисленная встреча с писателями и презентации тысяч издательских новинок. Участие примут писатели из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Посетить выставку может любой желающий с 18 по 21 февраля.